Всем привет! Вы на канале Ирина Ф. Наверное, название у этого видео получилось, ну, конечно же, слишком громкое. Понятно, что и я, да и вы в какой-то, не знаю, экстремальной ситуации мы с вами обойдемся не только без каких-то уходовых средств, но, знаете, если будет вопрос жизни и смерти, обойдемся и без мыла, и без туалетной бумаги, в конце концов. Ну, в этом видео я вам покажу те уходовые средства, без которых, ну, действительно, моя жизнь станет достаточно тяжелой, и эти средства мне очень-очень помогают. Ну, давайте приступим. Первое, без чего я действительно не могу жить, это бальзамы для губ. У меня их очень-очень много, они у меня, не знаю, стоят по всей квартире, стоят в коридоре, они лежат в карманах одежды. Я вам покажу только те, которые сейчас у меня в использовании, и бесцветные бальзамы, у меня еще есть бальзамы с цветом. Два, которые мне нравятся, это простенький бальзам от марки Today и также достаточно простенький, но приятный. Это бальзам от Ифраше, красное яблоко, лимитка конца 2018 года. И один бальзам я использую, но, честно говоря, от него не в восторге, это Libre Derm. Он дает очень кратковременное питание и увлажнение. Следующее уходовое средство, без которых, к сожалению, мне не прожить, это средство по уходу за кутикулой. Во-первых, у меня сухая кожа, соответственно, достаточно сухая кутикула. Во-вторых, я уже много лет делаю необрезной маникюр, а такой маникюр требует особо тщательного ухода за кутикулой, постоянного ее смягчения, увлажнения, поэтому у меня всегда в арсенале как минимум два средства. Обычно это так же, как и сейчас, какое-то масло и обязательно воск для ногтей и кутикулы. Следующее, без чего я не могу жить, ну или, по крайней мере, моя жизнь будет очень некомфортной, это качественный антиперспирант. Я использую именно антиперспиранты, а не дезодоранты, и, как вы могли заметить, я очень часто покупаю именно мужские. Они лучше защищают, большинство из них имеют такие средненькие ароматы унисекс, так что женщины тоже могут пользоваться. Честно говоря, завидую, когда смотрю каких-то блогеров, особенно бьюти-блогеров, и они в своих видео рассказывают, что они вообще не потеют, что они даже могут не пользоваться дезодорантами и антиперспирантами, они не знают, что такое вспотеть. Но вот, к сожалению, я знаю, видимо, у меня или среднестатистическое потоотделение, или, может быть, даже чуть выше среднестатистического, но без антиперспиранта мне просто никуда. Следующее уходовое средство, без которого я тоже уже просто не могу жить и не представляю уход за собой, за своим лицом, это тканевые маски. Конечно же, тканевая маска обходится гораздо дороже, чем приобрести какую-то маску, например, в тюбике, но я уже просто опытным путем поняла, что вот на моей сухой коже работают исключительно тканевые маски. Еще один продукт, который очень облегчает мне жизнь, и, наверное, мне без него будет так же сложно и грустно, это различные сыворотки для волос, которые подходят именно для вьющихся, для непослушных волос, для сухих волос. Обычно такие сыворотки, лосьоны, их можно наносить как на влажные волосы, так и на сухие. У меня обязательно есть что-то подобное в применении, я уже просто не представляю, как можно обойтись без такого продукта. Следующее, без чего я так же не могу обойтись, это какой-нибудь санитайзер, какой-нибудь антибактериальный гель для рук. Причем совершенно без разницы, какой он будет фирмы, дорогой или дешевый, но он обязательно есть у меня в сумочке. Тем более, это для меня актуально, я стараюсь помогать животным. И знаете, бывает, что и по помойкам приходится полазить в ловле какого-нибудь кота. И еще два средства, которые также для меня являются средствами серии Must Have, хотя я знаю, что вообще не все ими пользуются, и не все даже понимают зачем. Первое, без чего я уже совершенно не могу, это ополаскиватель для полости рта. У меня такой продукт должен обязательно находиться в ванной комнате. И также у меня обязательно в использовании должна быть зубная нить. И без нее уже тоже не представляю какой-то гигиены, ухода за собой. Для меня это просто обязательный продукт. Ну, кстати, именно вот это вот от марки Президент мне не очень понравилось, но все равно использую. Ну, вот такие косметические уходовые продукты являются просто обязательными для меня. Если я не смогу их использовать, конечно же, моя жизнь станет сложнее и тяжелее. Поэтому для меня это такие Must Have. Интересно, кстати, будет почитать в ваших комментариях, какие уходовые продукты относятся к вашим любимчикам, и без которых вы просто не представляете свою жизнь. Всем спасибо за просмотр этого видео, всем отличного настроения, удачного дня, всем пока!